Нежные рисы, трогательные тюльпаны, королевские розы и смущенные одуванчики с первых минут вовлекают в чарующий мир вальса цветов. Не случайно темой выставки и творческим заданием для педагогов школы изобразительных искусств были выбраны цветы. Именно они вносят в нашу жизнь радостные минуты, окружают красотой, помогают выразить самые нежные чувства. Так как в этом году у нас год и тысячелетия, и год Малой Родины, мы тоже к этому приобщаемся. Ну а Малая Родина для каждой женщины это что? Уют в доме. А уют в доме это те же цветы, потому что цветы они создают такую ауру, они создают атмосферу, какую-то нежность вносят. И женщины все любят цветы, любят когда им дарят цветы, а когда женщинам дарят цветы, это значит в их родном доме мир, в их родном доме любовь, счастье. Ну и вот поэтому вот такая у нас в этом году тема. На выставке представлены работы 14 учителей школы изобразительных искусств. Каждому из них была дана полная свобода выражения своего восприятия, ощущения, эмоций и чувств, сопряженных с цветочной тематикой. Не было ограничений и в выборе техники. Именно здесь креатив педагогов просто зашкаливал. Кроме традиционных акварелей, масла, пастели и ткачества, были представлены работы с использованием тополиного пуха. Большое удовольствие и массу положительных впечатлений, по словам участников выставки, принес сам процесс создания. Весна, цветы – это всегда женская тема, да, женщина всегда расцветает вместе с весной. И, естественно, первая ассоциация – это тюльпаны, да. Вот сейчас я проходила по улице, по советской, всё в тюльпанах, всё цветёт, всё благоухает. Поэтому, естественно, это самые положительные эмоции, самые яркие, наверное, потому что цветы – это яркость. Приобщиться к участию в выставке смогли и малыши студии «Юный художник», изобразив своих прекрасных мам в канун женского дня. Добротой, любовью и нежностью светится каждая работа начинающих творцов. Любой желающий может оценить всю красоту и волшебство весны, посетив выставку, проходящую в стенах школы изобразительных искусств.